С каждым годом все больше и больше людей изучают казахский язык и говорят на государственном языке. Член Кокштауского клуба «Сойли» не исключение. Курс прежде всего направлен на повышение уровня знания и грамотного говорения на казахском языке. Сюда люди приходят учиться с нуля. Контингент разный, взрослый и молодежь, но метод учебы выстроен так, чтобы каждый мог начать говорить. Кружок по изучению языка стал функционировать не так давно. Тем не менее, среди членов клуба есть и те, кто добился хороших результатов. Изучение государственного языка для нас необходимо. Мы стараемся общаться с другими участниками на казахском языке. Хотим выучить государственный язык, рассказали участники клуба. Хотя я русская по национальности, я хочу говорить по-казахски. Изучаю государственный язык почти два года. Чтобы не говорили, я патриот своей страны. Люблю свою родину. Я хожу в разговорный клуб по казахскому языку два месяца. Мне нравится посещать занятия. Выражаю благодарность государству, которое предоставляет мне такую возможность. Руководитель Сойле Алена Малькова-Солопова с школьных лет принимала активное участие в абайских чтениях. С ранних лет она заинтересовалась изучением государственного языка и выбрала профессию учителя казахского языка. Алена Юрьевна, рассказывающая наизусть стихи великого поэта Абая, гордится своим владением государственным языком. Наши уроки проходят два раза в неделю в удобное время для жителей города Кукшетау. Жители города Кукшетау могут после работы, а именно в 7 часов вечера, прийти в наш разговорный клуб. В клубе Сойле уроки проходят в разном формате. Мы посещаем различные спектакли, участвуем в разнообразных челленджах. Но большой упор мы делаем на развитие разговорной речи, на развитие разговорного казахского языка. Для этого участники клуба, например, объединяются, работают в малых группах или же, например, работают в парах. Во время урока участники выполняют задания, данные учителям. Изучающий язык рассказывает о словах и любимых делах, используемых в повседневной жизни. Члены клуба влечены занятиями. Цель каждого – совершенствовать свой языковой уровень и достигать высоких результатов. Это пакистанец Файзали, который заучивает песни Великого Абая и проявляет интерес к казахской культуре и стихотворениям. Обучается на кафедре медицины. Раньше пел только на родном языке, теперь пополняет репертуар казахскими песнями. Я учусь в университете Шуканова-Лиханова на медицинском факультете. Интерес к государственному языку начался с первого курса. Урок казахского языка мне понравился. Я посещаю университетскую вокальную студию. Дядя Азамат познакомил меня с казахской культурой. Мне понравились песни Абая Кунанбаева. Участвовал в городских и областных конкурсах. Один из тех, кто стремится овладеть казахским языком – Абдул Басид. Гражданин Афганистана приехал в Казахстан два года назад. «От знакомых, которые, как и я, учились в Казахстане, я узнал, что качество образования здесь хорошее, медицина более доступна, чем в других странах», – отмечает студент. Владеет родным языком пушту – английским, персидским и турецким. Когда приехал в Казахстан, то понял важное знание казахского языка и начал искать способы его изучения. По общему признанию, за два года он освоил язык. «На уроке казахского языка преподаватель Аягос познакомилась с традициями и культурой казахского народа. Например, асык-ату, бета-шар. Когда был праздник науры, мы ели баурсаки и пили кумыс. Нам было очень интересно. С друзьями стараюсь говорить по-казахски». В целом, в Кукшетауском университете имени Шукана Уалиханова обучается более 400 студентов из 16 стран мира. У многих есть большой интерес к знанию государственного языка, поэтому для них открыты бесплатные языковые курсы. «Конечно, поскольку они учатся на медицинском факультете, мы учим их терминам, относящимся к данной сфере, учим общаться с прибывшими больными. В целом, интерес студентов очень высок. Например, за семестр, за два-три месяца они учат около 600-700 слов и могут свободно погружаться в языковое общение на определённые темы». Иностранные студенты с нетерпением ждут национальных праздников. Ведь Казахстан, в свою очередь, известен своим гостеприимством и культурой. Гости из-за рубежа с удовольствием погружаются и изучают все тонкости казахской культуры.